Всем привет! Это FreeStudio21.com. На очереди у нас текст из рабочей тетради Gateway B2. Сейчас я покажу, где это. Это 8-й юнит, это страница 68-я. И сейчас меня интересует первая часть вот этого текста. Это текст о писателях, которые рассказывают о своих любимых книгах. И, насколько я поняла, книги о спорте. Я не очень люблю спорт и не очень знакома с темой, поэтому, если я скажу что-нибудь очень глупое, просьба особо не бросаться тапками. Итак, первое. Так, здесь я сделаю паузу. Итак, моя любимая книга о спорте, или будем говорить, моя любимая художественная книга о спорте. Это книга «Преступление должно рекламировать себя». Ну, это мой вольный перевод, поэтому не думайте, что это так она у нас и называется. Написанная Дороти Л. Сейрс. Лорд Питер Вимси, который выдает себя за мистера Диата, расследует преступления в рекламном агентстве и принимает участие в ежегодном соревновании в крикет между фирмами. Итак, что у меня здесь? Какие слова мне интересны? Значит, здесь интересен вот этот первый пассаж. «My favorite sporting moment in fiction». Я его перевела как просто любимая книга о спорте. Но на самом деле здесь очень красиво сказано. То есть, мой любимый спортивный момент в прозе, в художественной прозе. Вот как. Вот как надо красиво говорить. В любом случае слово «фикшн», если мы встречаем такое слово, то это художественная проза. Далее. «Sporting moment». Ну, будем говорить, что это... Ну, не то, чтобы это спортивный момент. Ну, как это спортивный момент? Можно сказать «момент спорта». Ну, или просто сюжет о спорте. Тоже как вариант. Можно и так. Далее. «Cricket match». Ну, в принципе, «cricket match» ясно, что это матч в крокет. Далее. «Matter must advertise». Это название книги. Можете погуглить его, если вам интересно. Далее. «Disguised». Я перевела как «выдававший себя за кого-то». Но если дословно, то это «переодетый под кого-то». Согласитесь, что «переодетый под кого-то» совершенно здесь не звучит. Можно еще сказать «замаскированный под кого-то». Тоже как вариант. Но мне и это не нравится. Поэтому я перевела как «выдававший себя за кого-то». Далее. Слово «investigate». «Investigating a crime». «Investigating a crime» – расследовать преступление. Далее. «Advertising agency» – рекламное агентство. «Принимать участие». «Принимать участие». Будем правильно говорить «take part in». Вот так вот лучше. «Принимать участие в». «Принимать участие». Далее «annual» – ежегодный. Далее. «Interfirm cricket fixture». Значит, здесь интересна вот эта вся цепочка слов. Начиная вот отсюда. И до самого конца. По идее, нужно начинать переводить с самого конца. И первым словом, которое я должна была бы перевести, это вот это слово «fixture». «Fixture» здесь в необычном значении. Обычно это какой-то инструмент, это какое-то крепление и все такое. Но здесь это календарный матч. То есть запланированное заранее событие. В данном случае матч. Мероприятие какое-то. И дальше это будет так выглядеть. Значит, принимает участие или принимал участие в запланированном календарном матче между фирмами, который происходил каждый год. Вот так вот. Или ежегодном запланированном крикетном матче. Я не уверена, что так правильно. Между фирмами. То есть я сначала перевожу вот это слово. Потом я перехожу вот сюда. Перевожу вот это. Вот это. Потом крокет, а потом уже между фирмами. В самом конце. Итак, «interfirm». Если мы такое видим, то его можно, конечно, прилагателем перевести как «междуфирмный». Но, сами понимаете, это не совсем красиво. Происходящий между фирмами. Я вот так вот напишу, чтобы было в контексте. Окей, едем дальше. Так, здесь я делаю опять остановку. Он играет осторожно и сначала вписывается в свой образ. Но постепенно игра его увлекает. И он начинает выбивать четверки и шестерки только так, как Вимси из Белиала мог бы это делать. Таким образом выдавая себя. Игра в крикет также выдает и убийцу. Напряжение замечательно. Итак, что мы здесь выпишем? Так, мы выпишем слово «cautiously». «Осторожно». Далее. Интересная фраза вот здесь. «In character». Что бы это могло быть? Учитывая то, что главный герой книги у нас выдает себя за другого человека, то будем говорить, что он играет осторожно, исполняя роль свою. Вот это вот «in character» – это «исполняя свою роль», то есть того человека, за которого он себя выдает. Значит, я напишу это так. «Play in character». Играть в роли другого человека. Или как другой человек. Можно было бы сказать «like Mr. D'Art» или как там он назывался. Далее. «At first» сначала. Далее «is overtaken». Это passive voice. «Overtake». Завлекать. Увлекать. Захватывать. Увлечен. Игра его захватывает. Он увлечен. Увлечен дальше игрой. «By the game». «It begins to hit. Hit, force and sixes». Честно говоря, я невеликий специалист по крикету, поэтому я понятия не имею, как в него играть. И если дословно «бьет четверки и шестерки». Ну, если вы понимаете, о чем речь очень хорошо, я не очень понимаю, что имеется в виду. И далее «tолько как Wimsy of Belial». Вот это вот Wimsy of Belial. Wimsy – это его фамилия. А Belial… Значит, я перед чтением текста просветилась немного. Belial – это название колледжа, в котором этот Wimsy учился. Поэтому Wimsy из Belial. Но так и будет. Значит, может их бить. Ну, в принципе, здесь все ясно. Thus. Вот это интересное слово. Thus. Таким образом. Revealing himself. Выдавая себя. То есть, разоблачая себя. Далее. The tension. Tension – это напряжение. Я бы сказала, что здесь еще можно сказать, что повороты сюжета. То есть, ну, как-то так вот. Ну, хорошо. Пусть будет напряжение. Не будем морочить голову. Напряжение. Накал страстей. Вот так вот еще может быть. Brilliant – это замечательный, прекрасный, чудесный. Я не хочу его писать. Я думаю, все и так его знают. Далее. Or, perhaps, it is the wonderful scene at the end of National Velvet by Eric Bagnold, where Velvet, disguised as a male jockey, looms out of the mist on the pie and wins the great national before falling off in a dead faint. Баннольт is wonderful at sporting detail. Velvet's mother's achievements as a cross-channel swimmer, covered in grease, are just as precisely done as the horsemanship. Так, и здесь мы ставим скобочку и переводим. Или, наверное, это чудесная сцена в конце книги National Velvet или Velvet – национальный призер, автора Эрида Бэгнолда, где Velvet, переодетая в мужчину-жокея, появляется из тумана на ипподроме Пай и выигрывает национальный кубок перед тем, как упасть в глубокий обморок. Бэгнолд чудесен в описании спортивных деталей. Достижения мамы Velvet как пловчихи, которая переплыла пролив, покрытая жиром, также точны, как и его описание конного спорта. Итак, что мы имеем здесь? Perhaps, наверное... Так, мне негде это написать. Ну, хорошо, здесь напишем. Далее, что здесь еще интересного? At the end. Обратите внимание, at the end – в конце. Не in the end, а at the end – в конце. Далее, Disguised. Опять слово Disguised, оно у нас уже было. Disguised as a male jockey. Переодетая в мужчину-жокея. Далее, Loom out of mist. Вот это интересная тоже фраза. Постепенно появляется из тумана. То есть, это не просто выскакивает, а постепенно появляется, так это как-то проступает из тумана, можно и так говорить. Так, Depay – это название ипподрома. Дальше выигрывает национальный приз. Так, ну, тут все ясно. Falling off in a dead faint. Падает в глубокий обморок. Слово faint – это обморок. Далее, Значит, Bagnell чудесно описывает спортивные детали. Если дословно Bagnell чудесен в описании спортивных деталей. Ну, как угодно, но здесь чудесно описывает. Вот, что здесь имеется в виду. Далее, слово achievement – достижение. Ну, здесь, в принципе, все ясно. Дальше очень интересное выражение – вот это. Cross channel swimmer. Пловец или пловчиха. Пловец. Переплывающий или переплывший, или пытающийся переплыть. Пролив. Здесь речь не идет о канале, это channel, не путайте со словом canal. Channel – это пролив. Далее. Присайзли. Точно. Ну и horsemanship – это конный спорт. Ну, по-другому и не скажешь. Далее. And I love David's stories, this sporting life. His first novel, based on his own time, supporting himself as an art student at the slate, by playing professional rugby. He is good on roaring crowds and being part of a team, neither of which, as a young woman, I understood or liked before reading this book. И мне понравилась книга Дэвида Стори «Спортивная жизнь». Его первый роман, который основывается на его собственной жизни, как студента искусств в slate, когда он играл, когда он профессионально играл в регби. Он хорош как на кричащих трибунах, так и как часть команды. Ни того, ни другого, будучи молодой женщиной, я не любила и не понимала, пока не прочла эту книгу. Итак, что у нас здесь? Так, novel – это роман. Не ведитесь, это не новелла, это роман. Далее. Based on his own time, supporting himself as an art student at the slate. Во, какая длинная тирада. Я ее немножечко укоротила и перевела, как основываясь на его жизни, как студента. В принципе, это правильно. Но если дословно, основанная на, основанный, вернее, роман основан на, вот это based on, основан на его собственном времени. Вот поэтому я не переводила дословно, потому что его собственном времени, поддержки себя, как студента искусств. Ну, сами понимаете, мягко говоря, не звучит. Что здесь имеется в виду? Что он, будучи студентом искусств, подрабатывал, играя в регби, профессионально. Вот таким вот образом. Supporting himself – это в смысле зарабатывать на себя. Зарабатывать себе на жизнь. Не более того. Далее, что мы еще имеем? Играя профессионально, ну, здесь, в принципе, все понятно. Roaring crowds. Ревущие толпы. Ну, имеется в виду болельщиков на трибунах. И как часть команды. А дальше начинается очень интересная штука вот здесь вот. Вот этот все. Вот эти два последних предложения очень загадочные. Значит, ну, допустим, первую часть мы перевели, и все нормально. Дальше какая-то запятая, что уже должно насторожить, по идее. И дальше начинаются чудеса. Neither или neither of which. Ничто из которых. В смысле? Из чего из которых? Из которых это значит вот эти roaring clouds и part of team. Вот оно. Вот что сравнивается. Сравниваются вот эти две штуки. Значит, ничто из вот этого, будучи молодой женщиной, обратите внимание, опять стоят запятые, я понимала или любила до того, как прочла эту книгу. Полная ахинея, кажется. Но дело в том, что если вы знаете, neither является отрицанием. Поэтому здесь есть как бы отрицание в нашем предложении. Получается, что ничто из перечисленного выше я не понимала и не любила, пока я не прочла эту книгу. Вот таким вот образом. Очень интересная, красивая фраза. Вот такой вот текст. Это была первая часть. Ссылку на вторую часть я поставлю в описании этого видео, как только ее выложу. Скриншот текста будет у меня на сайте, если вы несчастливый обладатель книги. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!